К началу учебного года в Люберцах откроют еще два школьных стадиона, на которых смогут заниматься спортом все желающие. Один из них появится на территории 12 лице. Работы выполняют в рамках реализации партийного проекта «Единой России. Городская среда». Стадион на этом месте был предусмотрен с момента открытия школы. Почти 40 лет назад. Обычное футбольное поле, несколько турников и грунтовая беговая дорожка. Раньше были двое ворот и такое вот песчаное поле непонятного плана. В начальной школе у нас есть такая площадка, и старшие дети все бегали туда. Ну а сейчас мы рады, что у нас новое поле и, можно сказать, новый современный стадион. Уже с начала нового учебного года дети будут играть в футбол на поле с искусственным газоном, бегать по легкоатлетической дорожке, выполнять прыжки в длину. Здесь созданы все условия для подготовки к сдаче нормативов ГТО. Работы почти завершены. Осталось подсыпать грунт, подсеять газонную траву. Сколько мы делаем, надо сделать хорошо, чтобы потом не возвращаться. Все правильно, сделаем. А где для жителей будет вход? Там вход. При реализации регионального проекта «Открытый стадион» обеспечены все необходимые меры безопасности. Спортивная площадка огорожена. Для жителей отдельный вход со стороны дома номер 19А по улице Побратимов. Оборудована велопарковка. Мы школьные стадионы стремимся каким-то образом так, скажем, обновить, чтобы здесь было бы и хорошее футбольное поле, и легкоатлетическая зона, воркаут. Все, что касается стадиона, легкоатлетических дорожек, все это сделано. Осталось некие штрихи, все, что касается благоустройства. Работы по благоустройству здесь и на территории 24-й гимназии, где тоже обустраивают стадион, завершат в начале сентября. Всего в округе будут работать 18 школьных стадионов. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.